Александр Николаевич Списивцев родился в сибирском городе Новокузнецк в 1970 году. Отец будущего убийцы пил, что называется, по-черному, и супруга выгнала его из дома. В дальнейшем мальчика воспитывали мать и старшая сестра. Постоянно находясь в окружении женщин, ребенок рос капризным и своевольным, а уже в начальных классах стал полностью неуправляемым. Наибольшее удовольствие Шурик находил во всевозможных мелких пакостях, например, исписать стены подъезда ругательствами, затолкать спички в замок соседям, поджечь кнопку вызова лифта или дверной звонок. В общем, дело у Саши было не в проворот. Но особенную любовь Списивцев испытывал к нацистам и Адольфу Гитлеру. Весь подъезд дома, где жил отморозок, был изрисован свастиками и всяческими приветствиями Гитлера. А в его комнате висел портрет из газеты «Его Величество Фюрера». Неспособная управлять непутевым сыном мать-хулигана Людмила Яковлевна в беседах с соседями и учителями всегда занимала сторону сынуля и всячески оправдывала его. Что такое наказание, Сашка никогда не знал. Он всегда был уверен в том, что мать не даст его в обиду никому. Когда Александр учился в старших классах, его мать устроилась в суд, помощником адвоката. Там же работала и старшая сестра парня. Чтобы как-то развлечь сына, с которым не хотели общаться его сверстники, Людмила Яковлевна приносила домой папки со снимками трупов из уголовных дел. Вечерами мать и сын часами рассматривали страшные фотографии, с интересом обсуждая кровавые преступления. Списивцев вырос худым, сутолым парнем, физически плохо развитым, неопрятным, безвкусно одетым и нелюдимым. Девушки его сторонились, а одноклассники постоянно издевались над ним. Свою первую любовь он встретил лишь в 21 год. Избранницей Саши стала Евгения Гусельникова, которой на момент знакомства с Александром только-только исполнилось 17. Мать и сестра надеялись, что непутевый сынок нашел свою судьбу и теперь наконец остепенится, поэтому, чтобы не мешать молодым, они съехали с квартиры на Пионерском проспекте. Начало отношений пары было очень романтичным, с цветами, стихами и клятвами вечной любви. Все надеялись, что любовь изменит Сашу, и он возьмется за ум. Но этого не произошло. Однажды из-за незначительной ссоры Списивцев избил Гусельникову, и девушка решила разорвать с ним отношения. Александр, узнав об этом, пришел в ярость и запер ее в своей квартире на девятом этаже. Целый месяц садист издевался над Евгенией, избивая ее и пытая всеми известными ему способами. Родители девушки, привыкшие к тому, что Евгения проводит много времени с любимым, начали беспокоиться не сразу. А когда узнали, что Женю никто не видел уже целый месяц, то сразу пошли в милицию. Списивцев не открывал двери по требованию правоохранителей, и те были вынуждены ее взломать. Женя Гусельникова лежала на диване без одежды, прикрытая старым халатом, а на ее теле не было живого места от синяков, ссадин, язв и ожогов. Пострадавшую девушку отправили в больницу, а Списивцев отправился под арест. Когда молодого человека выводили из квартиры, он вел себя не вполне адекватно, обвиняя в случившемся с соседей по подъезду. Пока Александра допрашивали следователей, Евгения Гусельникова умерла от сепсиса в больнице. Врачи не смогли помочь девушке, на теле которой были десятки гнойных ран, а организм находился в крайней степени истощения. Привлечь Списивцева к уголовной ответственности не удалось. Сашу признали психически больным и отправили в специальную клинику в Орловскую область. Принудительное лечение было недолгим. Спустя всего три года парень вернулся в свою квартиру на Пионерском проспекте. Столкнувшийся в больнице тюремного типа с физическим и моральным унижением, а по некоторым данным даже изнасилованию. Списивцев, подобно своему идолу Адольфу Гитлеру, стал ненавидеть всех. Больное воображение Александра строило жуткие планы мести, объектом которой он готов был сделать любого человека живущего иной жизнью, чем он. Больной отморозок стал регулярно ходить на железнодорожный вокзал Новокузнецка, где искал общество бомжей и алкоголиков. Случайным знакомым Саша рассказывал про обиды, которые ему пришлось перенести в психушке, и их пьяное участие приносило ему временное облегчение. Со своей второй по счету жертвой, двадцатилетней Еленой, Александр познакомился именно здесь, на вокзале, в феврале 1996 года. Приглашая женщину к себе домой, Списивцев уже знал, что будет с ней делать. В своей трешке на Пионерском проспекте Изверг долго издевался над жертвой, после чего убил. Третья жертва, тоже Елена, нашла свою смерть в жилище Душегубы спустя всего месяц, в марте. Чтобы скрыть следы преступления, маньяк расчленил тело в ванной, а его мать Людмила Списивцева закопала останки на пустыре. С этого момента женщина стала постоянным помощником нелюди во всех его страшных делах. Почувствовав вкус крови, Списивцев уже не мог отказаться от убийств. Весной 1996 года он знакомится на стройке с шестью мальчишками от шести до тринадцати лет и предлагает им ограбить квартиру. Разумеется, это оказалась его собственная трешка. Двое из них, тринадцатилетние Константин и Павел согласились помочь совершить это ограбление, за что и поплатились своими жизнями. Возможно, именно тогда Списивцев впервые приготовил человеческое мясо и попробовал его на вкус. Людмила Яковлевна снова помогла избавиться от улик, вынося части тел поздним вечером в мусорном ведре и закапывая в укромных местах. Часть человеческого мяса съедала собака семейства Списивцевых — огромный угольно-черный водолаз. Спустя месяц, в июне 1996 года в квартире маньяка нашли смерть четыре человека — две малолетние девочки, сорокалетняя женщина и тридцатипятилетний мужчина. О последних двух кроме возраста ничего не известно, их останки опознать не удалось. Рейсы Людмилы Списивцевой с ведром на пустырь стали регулярными, а маньяк и его собака полностью перешли на мясной рацион. В июле Списивцев познакомился с девятнадцатилетней девушкой по имени Наталья, которую привел домой и убил. Через месяц в августе в квартиру на девятом этаже вошли, чтобы никогда оттуда не выйти две двенадцатилетние девочки. У своих жертв Александр вырезал лишь филейные части, остальное выносила за пределы квартиры любимая мамуля. Трех последних жертв Душегубу привела его мать. Пожилая женщина подошла на улице к трем девочкам и попросила помочь открыть заевший дверной замок. Тринадцатилетние Настя и Женя и их пятнадцатилетняя подруга Оля и представить себе не могли, чем все закончится, когда поднимались на верхний этаж обычной новокузнецкой девятиэтажки. Войдя в пропахшую мертвичиной квартиру и увидев вооруженного кухонным ножом Списивцева, частично утратившего человеческий облик, девочки попытались спастись. Настя сделала попытку ударить маньяка бутылкой, лежавшей в коридоре, за что была сразу же заколота. Над Женей и Олей людоед Саша издевался долго и со вкусом. Списивцев приковал девчонок к батарее наручниками и целый месяц избивал и насиловал. Еще нелюдь заставил девочек принять участие в расчленении трупа их подруги и кормил их человеческим мясом. Через несколько дней настал черед Жени, которую маньяк спокойно зарезал на глазах другой девочки. Последней из подруг Ольги снова пришлось принять участие в разделке трупа и приготовлении супа из ее мяса и внутренностей. Все это время в квартире находилась мать убийцы Людмила Списивцева, постоянная помощница в сокрытии следов жестоких убийств. Также иногда заходила и сестра маньяка, которая проживала отдельно, неподалеку. Очевидно, происходящее в адской квартире она считала вполне нормальным, так как не отказывалась заходить в гости к маме и брату. Несмотря на регулярный вынос останков, такое количество убийств не могло остаться без последствий. Летом 1996 года жителей подъезда постоянно мучил тяжелый трупный запах, источником которого была квартира номер 357. Соседка Списивцевых Лидия неоднократно обращалась в милицию, требуя проверить квартиру, откуда разносился невыносимый смрад и где круглосуточно играла музыка. Но правоохранители никак не реагировали на многочисленные звонки женщины, ссылаясь на то, что ничего не могут поделать с психически больным Сашкой. Неизвестно, сколько еще жертв оказалось бы на счету больного изверга, если бы не случайность. Перед началом отопительного сезона выяснилось, что система многоэтажного дома нуждается в профилактическом ремонте. Чтобы выполнить эту работу, сам техникам Жека нужно было попасть в квартиру Списивцевых. Однако Александр категорически отказывался открывать дверь, ссылаясь на свой психический недуг и утверждая, что заперт матерью снаружи. В итоге работникам коммунальной службы пришлось вызвать милицию, которая в присутствии понятых вскрыла входные двери. Что было дальше, читать противно, но для пояснения необходимо. В квартире стоял жуткий запах разложения плоти. На кухонной плите маньяка была обнаружена кастрюля с недоеденной человечиной, а в ванной лежал человеческий торс без рук и ног. Грудная клетка и ноги находились тут же в стальном баке. Очевидно, приход милиции застал Списивцева за работой. Тот был занят разделкой трупа и изъятием съедобных частей. В одной из комнат у батареи правоохранители обнаружили Ольгу, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Девочку отвезли в больницу, но спустя три дня она умерла, успев дать показания против Списивцева. И вот что сказала Ольга. «Когда Сашка убил Настю, ночью он велел нам разрезать труп на части, чтобы легче было прятать. Он дал нам ножовку по металлу. Ею мы разрезали труп, отрезали мясо от костей ножом. Сам он этого не делал, только командовал. Мясом и костями он кормил собаку. Отрезанные части мы с Женей носили в ванную. Там складывали ванну и бачок. И бабка, и женщина, мать и сестра от Морозко, все это видели. Они присутствовали в квартире. Это точно. Все остальные дни он бил нас с Женей. Сломал руку Жени. Разбил ей голову. Несколько раз зашивал ей голову сам. Просто иголкой с ниткой. Кстати, самого Ганнибала Саши дома не оказалось. Пока милиция взламывала дверь, маньяк через балкон вылез на крышу дома и бежал. Наслаждался свободой Списивцев недолго. Всего через пару дней недалекий убийца пришел к своему дому и околачивался у подъезда, где его и арестовали. Еще за полгода до поимки Списивцева было обнаружено массовое захоронение детских останков возле педагогического института. Под слоем земли и мусора находилось 70 фрагментов тел, которые, по заключению экспертов, принадлежали 15 детям в возрасте от 3 до 14 лет. Очная ставка людоеда с родной матерью просто шокирует. Вы только послушайте. Я убил, не отрицаю. Но куда ты трупы спрятала? Не знаю я никаких трупов. Я 4 ведра в ванной видела, но ничего не прятала. Как я могу показать, если ты их выносила? Не надо, Саша, не при на мать. Я не пьяная была, хорошо все помню. Ведра были, видела. Больше ничего не знаю. Ты разделывала труп. Не путай, Саша. Девочки твои разделывали. И не ела я ничего, только кастрюли мыла. Вспомни, куда закопала. С меня же требуют. Я ничего не знаю. Я же тебя спрашивала, куда ты головы денешь. Неправда, я тебе всегда целиковые давал. Ты разделывала. Всего маньяку приписали 19 убийств. Но доказать смогли только три последних. Всего в квартире Списивцевых было найдено 82 комплекта испачканной в крови детской и взрослой одежды, 40 ювелирных украшений и множество фотографий. Несмотря на то, что в Новокузнецк была доставлена целая генетическая лаборатория, занимавшая вагон поезда, точное количество жертв определить так и не удалось. В 1997 году Александр Списивцев был приговорен к 10 годам заключения за три доказанных убийства. Спустя год была назначена новая психиатрическая экспертиза, и маньяка признали душевнобольным. Сегодня каннибал Саша находится на лечении в больнице закрытого типа в Волгоградской области и имеет очень неплохие шансы в ближайшее время выйти на свободу. С заключением психиатров не опасен. В этом случае Александр сможет вернуться в свою квартиру на Пионерском проспекте и жить там под наблюдением участкового. Мать маньяка, 60-летняя Людмила Списивцева, охотно рассказывала следствию о своем участии в преступлении, но в итоге вину не признала. Как ни странно, женщина получила срок больше, чем убийца-людоед. Суд приговорил мать маньяка к 13 годам заключения. Сестра Саши была признана свидетелем и не понесла никакого наказания. В данный момент освободившаяся в 2008 году Людмила Яковлевна живет со старшей дочерью в сельской местности, там, где их никто не знает. Да, если вы захотите приобрести квартиру в Новокузнецке, то можете быстро и недорого купить жилье в 53-м доме по Пионерскому проспекту. В этой 10-подъездной девятиэтажке продаются десятки квартир. Проживать в жутком месте, где, скорее всего, погибли более 80 человек, желающих совсем немного. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться. До новых встреч! Я просто ненавижу. Я просто ненавижу таких людей.